Добрый всем вечер. И мы сегодня продолжим ту тему, которую в прошлый раз начали, а именно мы говорили о налогах. В основном мы говорили о налогах в Талмуде, и на самом деле они как-то постепенно переходили дальше. Главная идея, которая сохранялась практически всегда по всем общинам, которые были, состоит в том, что налоги, которые должны властям, собирает вся община. То есть как бы ни один конкретный человек не может, не ответственен перед местными властями за налоги. То есть разбирается община внутри себя. Значит, даже вот подушная подать, которая есть, даже ее как бы раскидывают власти, предъявляют сумму со всей общины, потом ее разбирают внутри общины. Понятно, что подать обычно власти так или иначе оценивали возможности общины обычно и просто называли сумму. Дальше, что происходит внутри общины теперь? Сегодня как раз о том, что происходит внутри общины. По обычаи налоги распределялись внутри общины в соответствии с имуществом человека. Замечу, никаких подоходных налогов не было. И, собственно, подоходный налог – это самый конец XIX века вообще был введен. С большим скрипом кучу народу возражали против подоходного налога. В основном из соображений, что если ввести подоходный налог, то государство начнет лезть в частный бизнес. Что и произошло. Естественным образом и разборка империи Моргана, всевозможные законы против вертикальной монополии, они связаны в основном именно с налоговыми всякими делами. Просто государство считало, что его обделяют. До этого налоги взымались именно с имуществом. Какой-нибудь пример поближе. В Российской империи с купцов налоги взымали в соответствии с гильдией купца. То есть, как бы купец заявляет, что он принадлежит такой-то гильдии и в соответствии с заявленным платит налоги, установленные для гильдии. В результате, например, в еврейским делам, те, кто имел такую возможность, даже не будучи купцами, кто мог выплачивать эти суммы, объявлялся купцом первой гильдии и тогда получал право жить по всей территории империи. То есть, он не обязан был жить в Терквио-Серднице. Другой разговор, что это очень большие суммы были, поэтому далеко не все могли себе это позволить. И это надо понимать. Но вообще ситуация подобная еврейских общин. Объяснение этому на самом деле понятно, что более-менее все представляют, какая сумма какую прибыль может принести. И это в те времена, о которых мы говорили, было вполне естественно и органично. И обычно, скажем, есть много разных способов определения имущественных всяких дел. Но всегда вопрос выглядит, как взыскивать эти деньги и каким образом мы их определяем. Об этом чуть-чуть позже для начала замечу. Что вот то, что я сейчас говорил, это как бы более-менее ровное место именно, как бы это сказать, для всех этих дел. Только тут начинается некоторая действительная проблема, что считать имуществом, что нет. Ну давайте какой-нибудь простой пример. Имуществом более-менее считалось для определения налоговых дел, это то имущество, которое приносит доход. Вот давайте аккуратно попробуем. Вот лучше всего разбирать, наверное, на пример. Вот старинные ответы по поводу налогов, значит, каждый должен определить, сколько у него, оценить его имущество. Теперь. Вот Равгай Гаон, это 10-й, это 11-й, скорее, 10-й, но где-то там. Пишет, что украшения не являются имущественным в налоговом смысле. В том числе, естественно, речь идет о украшениях, о драгоценностях, которые человек украшает в себя, а не, скажем, торговле. Тот, кто торгует драгоценными камнями, понятно, что там совершенно другое отношение. Все это для него довольно очевидно, что, ежели человек носит золотой персень, то это не имущество. Но дальше выясняется, что довольно быстро дело, довольно быстро, постепенно вся эта история начинает отменяться. И, например, уже Раши, когда его задают вопрос о налогах и об украшениях, пишет, что украшения, золотые, серебряные и драгоценные камни считаются, значит, подлежат налогообложению. И, правда, оцениваются в половину их стоимости. То есть, значит, обычно, чаще всего, наиболее распространенный вариант выглядит так, что налог в большинстве общин составляет 10% от имущества, объявленного к налогообложению. Значит, в этом смысле, если мы оцениваем золотые и серебряные украшения, равно как там посуду, например, золотую, которая есть в доме, то оценку делят пополам перед тем, как вычитать 10-ю часть. То есть, берут не все. Значит, это Раши. Раши – это уже умер в начале 13 века. Еще спустя два века мы обнаруживаем, что, например, в Австрии, еврейской общиной Австрии, со всех украшений, прикреплены они к одежде и к поясу или нет, какие бы они ни были, платят налоги. Потому что мы опасаемся мошенничества, что человек начнет покупать драгоценные вещи в момент, когда он выдает налог, и из-за этого сможет избежать выплаты. Причем, на самом деле, как это ни странно, еще раньше мы читаем совершенно потрясающие вещи на эту тему. И они берут серебряный слиток, делают в нем выемку и пьют из него как будто из серебряного бокала и называют его украшением. Или делают дырку в золотых монетах, изображая его маниста. И это тоже обман, чтобы таким образом избежать уплохо налогов. Значит, по этому поводу практически всюду мы видим, что значит, то, чем пользуются, например, вот то же самое. Проблема с одеждой. Нужно ли обкладывать одежду? И тут выясняется довольно смешная вещь, что это меняется в течение времени. Практически все говорят, что одежда не является имуществом. В смысле, подлежащая налогообложению. И, в общем, это довольно очевидно. Но надо не забывать, что регулярно есть одежда, которая является вложением денег. То есть это не для того, чтобы надевать, а для того, чтобы в случае чего продать. Или даже не в случае чего, а подождать и продать. Практически. Примером такой вещи, которая вот в восточных общинах регулярно обсуждается, как предмет, который, вероятно, подлежит объявлению в облагаемой налоге суммы, это свадебное платье. Вот свадебное платье регулярно хранят дома. И не как сегодня в качестве памяти о свадьбе, а для того, чтобы, в общем, свадебное платье стоит, а, дорого, а старинное свадебное платье стоит дороже, чем нынешнее даже. Я не знаю, на чем базируется сегодняшняя совершенно причудливая цена свадебных платьев. Кажется, на спросе, а не на стоимости. Но старинные свадебные платья – это вещь даже дорогая по материалам, которые туда. Да, золото, украшение, там, мунисто, скажем, в еменской общине, свадебное платье регулярно было такое, чуть ли не одно парадное на всех, это надо видеть, этот предмет, это нечто. То есть оно все разукрашено золотыми монетами, как раз манисто классические они вот нынешние. И, например, это может оказаться подлежать налогу хотя бы в половине. Значит, следующая вещь, которая всегда обсуждается, я вот в данный момент занимаюсь просто предметами, которые считаются, входят в имущество, которое подлежит налогу. Книги. Вот это странная история с книгами, которая… Вот смотрите, книги, даже после изобретения книги печали, первая там, геркотик, стоили безумно дорого. То есть книги не зря приковывали цепями к столам. Другой разговор, что еврейские книги, тут надо понимать, что одно дело европейские манускрипты, по-настоящему написаны такие еврейские, существуют, украшенные с красивыми буковицами в начале каждого абзаца, то есть произведения искусств. Это одно. Но это свойство, на самом деле, европейской почему-то типографики. Ну, не типографики, типографии не было, а свойства европейского книжного дела. И в результате книг было очень мало. По причине того, что… Ну, так сделать книгу, как они делали, это безумная абсолютно работа, это искусство, это мастерство и так далее. На Востоке, а евреи продолжали жить вполне восточной жизнью, даже будучи в Европе, книги писали скорописью часто, их не пытались украсить, и книги были как бы бытовым предметом, а не произведением искусства. И, скажем, гордость французских королей, там, века XI, что у них в Париже библиотека в 200 томов, на Востоке называют усмешку. Кордовская библиотека к тому моменту насчитывала 30 тысяч томов. Но учтите, что по цене, может быть, эти 200 томов даже стоили не меньше, чем Кордовская библиотека, просто потому что те книги, о которых мы говорим на Востоке и в еврейских общинах, намного проще. Тем не менее, написать от руки книгу, скажем, 200 страниц – это работенка, и это стоит дорого. Тем не менее, книги не облагались налогом от слова «вообще». Причем аргумент, который приводят все раввины, которые обсуждают эту тему, с тем, чтобы люди, поощрять людей покупать, чтобы люди покупали книги, чтобы это было выгодно, потому что написанная книга и дома хранится, и ее читают, наверное. И, например, для того, чтобы было совсем хорошо, там многочисленные высказывания на тему праведности человека, который приобретает книги и дает их читать другим. То есть, вот это очень часто бывает. Но пишет совершенно откровенно. Мы запрещаем обкладывать налогом книги, чтобы люди нанимали писцов, чтобы те писали им книги. Еще одна вещь, которая не облагалась налогом, это тот, кто собирается совершить паломничество в святую землю, до зависимости от страны указывалась всегда сумма, которая не подлежит обложению налога, потому что человек собирается, на них собирается совершить прадедный день. Я хочу заметить, что практически во всех этих текстах, которые мы сейчас говорим, речь идет именно о деньгах и равном деньгах. Потому что мы говорим о еврейских общинах, которые занимаются городской всякой деятельностью. Но вот, например, когда мы говорим о плантациях, ну, плантации сады в данном случае или виноградники, то мы обнаружим довольно странную вещь, что, например, в старых книгах, например, во французских, итальянских иногда, обсуждается вопрос, ну, облагаются ли налогом, входят ли в налоговую сумму виноградники и сады. И поначалу, довольно долго, утверждается, причем такой весьма авторитетный источник, значит, Рабин Йосеф Токфилен, он пишет, что так как виноградник и сады, дело очень рискованное. И случаются грады, наводнения, засухи и прочее. По этому поводу работа сельского хозяйства вещь рискованная, а поэтому нельзя их облагать налогами. Именно землю, то есть стоимость земли, которую человек обрабатывает, исключена из налоговой суммы. Он добавляет в качестве аргумента, что сельскохозяйственное орудие типа ерма, плуга и подобных вещей, очевидно, лари, амфоры, все это, очевидно, не облагается налогом. Точно так же нет налога на сельскохозяйственную землю. В Германии это совершенно уверенно упоминают все. И причем с той ссылкой, которую я сейчас сказал, что это очень рискованное дело, негарантированное и тяжелое, и не входит в налоговую сумму. Причем вот здесь уже начинается любопытный момент, что в Германии, например, убеждены, что налогу должно подлежать только имущество, которое так или иначе участвует в торговых операциях. Так как земля не является предметом торговых операций, то ее нельзя включать в облагаемую налоговую сумму. Тем не менее, времена меняются, и через некоторое время мы обнаружим в той же Германии, что это дело отменяется и утверждается, что наоборот, что доходы с виноградников огромные, что они непредсказуемо высокие. Более того, земля постоянно дорожает. Я обращаю внимание на этот аргумент. Земля сельскохозяйственная постоянно дорожает, поэтому нет никакой возможности объявить, что это не облагаемое налоговым имуществом. И дальше мы видим тот самый ход, что когда происходит переход от одной системы к другой, то поначалу практически всегда собирается половинный налог. И это будет довольно долго продолжаться. Мне проще сочетать некоторую вещь. Если случится, что придется владельцу такого виноградника или сельскохозяйственной другой земли заплатить большой налог, невозможно освободить стоимость его садов от налога. Потому что он ссылается, потому что хозяин говорит, что налогу подлежит только то, на что он торгует, а он не торгует ничем. Кроме урожая, вот это вот его имущество урожай. По этому поводу идет жесткий ответ, что если человек заявляет, что ему не из чего платить, пусть продаст землю. Потому что это нормально, что земля продается и покупается. Земля такое же имущество, его можно продавать и покупать. И хочу заметить, что я подозреваю, что это влияние испанское, тогда еще еврейская община в Испании была, когда это пишется. В Испании просто уверенно объявлено, что там просто было введено на виноградники налог постоянный в виде полутора динариев. Я не знаю, что за монета имеется в виду в контексте, который я читаю, тут всегда проблема. На каждой там нет-то кусок земли. Соответственно, мы видим, что земля стала, замечу, не производство земли, а сама земля стала считаться имуществом, которое приносит капитал, а имущество, которое приносит капитал, является налогооблагаемым. Еще раз, стандарт более-менее по всем общинам 10% от заявленного имущества у данного человека. Значит, что еще? Вот, что часто читаешь? Вот, смотрите, все эти, все, что я сейчас говорю, оно читается регулярно в книгах Шелотт Чуботт, «Респонсор», по-русски называется почему-то, ответы раввинов на всевозможные вопросы. Причем, время от времени, диву даешься, какие вопросы задают, но налоговых вопросов всегда много. Именно налоговых вопросов всегда очень много. У всех равов, которые готовы заняться финансовыми делами, они многочисленны, и иногда читать их такое удовольствие, когда излагается фабула дела, что просто диву даешься. По этому поводу регулярно обсуждаются дома. Значит, дом, где человек живет, он, понятное дело, не служит для извлечения дохода, поэтому в налоговую сумму не входит. Это всем очевидно, и дальше было бы чего говорить. Значит, проще всего XV век, то есть 1470. Регулярно в этих книгах, кстати, цитируются установленные обычаи в данной общине. Почти во всех участках общинах постановлено, что утварь и одежда, которые пользуются в доме, и дом, в котором человек живет, и книги, и одежда не входят в налоговую сумму. Единственное, что дальше обсуждается? Имеется ли в виду только дом, в котором он живет? Именно он свободен от налогов, а если человек в нем не живет, то должен сдавать. И в результате старые, ну, очень старые германские авторы пишут, что вообще земли, никаких земельных владений нет налогов, потом все-таки переходят к любопытным вещам и говорят, что всякая вещь, которая возможно продать, является налоговооблагаемым. При этом про дом есть отдельный разговор, что дом, в котором человек живет, даже если он его продаст, то эта сумма, которую выручат за дом, не не входят в налоговую сумму, потому что все понимают, что на эти деньги сейчас купят другой дом. Поэтому это не обсуждается. То есть единственный дом, он как бы налога не облагаем. Ну, точно так же, кстати, в Израиле, по крайней мере, до недавнего времени, правило было крайне простое, что дом, в котором человек живет, он не облагается, он не входит в имущество. более того, там сильно изменены, если человек прожил достаточно долго в доме и продал его, то вырученные деньги, налога не облагаются, по понятным причинам, ему надо купить, будет другой дом, но это касается единственного жилья данного человека. Если у человека больше жилья чем одно, то там вступают в силу всевозможные налоговые правила о доходах с продажи дома и так далее, и так далее. То есть закон, он с тех времен практически не изменен, но, наверное, он соответствует здравому смыслу, потому что понятно, что одно дело жилье, в котором человек живет, другое дело человек, который покупает жилье для того, чтобы его выгодно продать потом, и на доходы с этого он собирается жить. Следующий пункт, который действительно очень долго и серьезно обсуждается, это займы, которые человек дает. Вот теперь выглядит так, что человек не платит, не платит по еврейским правилам старым, деньги с займом. То есть, если у него есть долг с этих денег, он не платит. То, что он должен, он это налогом не облагодарить. Теперь, человек, который дает в долг, там начинается просто полная песня, потому что поначалу считалось совершенно нормально, так как евреи, это многочисленные замечания о том, что мы живем с ростовщичества, поэтому немецкие в основном, поэтому немецкие, австрийские вот эти это малили. Поэтому деньги, которые даны под процент входят в налоговую массу, значит, и было бы чего говорить, но дальше начинается, значит, при этом говорится следующее, что сама сумма, которую дали под процент, она входит в налоговую часть, и она должна подвижать это самое, потом добавляется, что с процентов суммы берутся только с того, что значит, извините, налог берется только с полученных процентов, а с еще не полученных не берется, это тоже понятно, и дело в том, что как это ни странно, регулярно и я теряюсь в логике, но как бы регулярно налоговые всякие дела касаются имущества, которое еще не получено, оно должно быть получено, например, если скажем вот какой-нибудь пример, просто опять нередкая тема, молодые люди женятся, они получают значит, получают подарки от родителей где-то с бабок, так вот эти подарки, даже если они обещаны, но еще не получены, входят в налоговую сумму, вот это несколько стран, зато опять зная некоторые реалии, мне довольно странно читать, и тут надо думать, как это у них получалось, дело в том, что найдены европейские архивы о взыскании долгов, насколько это было реально, так вот, взыскивать долги во Франции, по крайней мере, потому что архив, о котором я сейчас ссылаюсь, это французский, по-моему, марсельский архив, он говорит, естественно, я сам не читал, просто по статье, он говорит, что просрочка по возвращению одолженных денег огромная, и почему эти деньги продолжают считаться как бы все еще существующими, это такая оптимизм, я бы сказал, но я так долго думал, пока не обнаружил старательное обсуждение, что делать со списанными долгами, имеется в виду следующее, что человек объявил, что он больше не надеял, он, значит, человек решил, что он больше не сможет получить по долговому обязательству, с этого момента как бы у него этих денег нет, и он что вы от меня хотите, как бы существует некоторое правило, которое гласит следующее, что если у человека нет денег дома, но он их где-то прячет, то это деньги, подлежащие налогу, еще раз обратить внимание, что налог платят с основного капитала, а не с доходов, потому что все представляют, сколько человек получает на круг за год с того или иного капитала. Скажем, у Махаршадама, по-моему, уверенно считает нормальным доход порядка 20% годовых. Уверен на такие оценки. И, скажем, это, ну, я это читал в связи с тем, что у человека обнаружилось денег намного больше, чем ожидалось. И там я дойду до этого, может быть, почитаю эту замечательную историю, где он долго описывает, как надо считать реальные деньги в доме или нереальные. Значит, но вот теперь по поводу долгов пропавших, тут начинается просто полная песня, что человек, который объявляет о том, что он списывает с капитала деньги, объявляет, что деньги, данные кому-то пропали, не украдено, а просто я не вижу возможности взыскать долгов, то он должен объявить об этом общине, община в ответ обычно предпринимает свои действия по взысканию этого долга, и объявляет вот здесь начинается любопытно, что община за такие труды, она эту сумму не только исключает из налога, но ежели она потрудится и получит эти деньги, то две трети достаются общины и только треть заемщик. При этом в обратную сторону, что если человек должен заплатить какую-то сумму, то она списывается с налога сразу же. То есть это несимметрично совершенно. И практически все в один голос говорят, что если человек хочет списать с налоговой суммы невозвратимые долги, он должен объявить об этом публично всей общине, только в этом случае он получает такое право, и дальше следует правило, и тот, кто это объявил, должен дать клятву, что он не будет больше предпринимать действия по взыскиванию этого долга без ведома общины. он имеет право, но он будет действовать в этом случае как представитель общины. Это следующий пункт. Значит, что еще у нас осталось? Собственно, все. Теперь, самое интересное начинается, ну, не самое интересное, а то, что всегда вот следующий пункт, который есть, выглядит следующим образом. Как определить, сколько у человека есть? Вот, собственно, основные все тексты, которые вы находите в книгах Шейлотт-Шивотт, это тексты «Спор об оценке имущества». Оценки выглядят следующим образом. Есть два способа. Они приняты в каждой общине свои и приняты, как обычно, в незапамятные времена. Иногда они комбинируют. либо в любой общине есть как бы уполномоченные общинные лица, которые ведут общинные книги и указывают, кто какой налог должен платить. есть два метода определения, сколько стоит человек в смысле имущества, которое налогу, подлежит налогу. Оценка вот этих самих чиновников, либо оценка человек сам просто сам заявляет, иногда подклятвы, иногда без, но это должен заявить сам хозяин имущества. При этом вообще регулярно если речь идет о заявке, просто вот человек сам лично заявляет, что я должен, что мое имущество такое, то вообще все в городе всех знают. И сколько у кого денег прикидку представляет. Ну представьте себе, что вы живете в деревне и ну даже если не в деревне, в городе все знают, кто здесь состоятельный человек, кто нет, и насколько состоятельный более-менее представляет. В результате совершенно потрясающие иногда коллизии, которые выглядят так. Значит, Роуэн говорит, что все, что у него есть, это тысячи рейхсталеров. Я довольно реальную историю рассказывал. Извините, все, что у него есть, 500 рейхсталеров. Представители общины начинают спорить и говорят, что мы требуем от тебя клятву, что у тебя столько, потому что по нашей оценке у тебя тысяча точно есть, а скорее три. тысячи. Значит, после длинных споров они заставляют его признать, что у него есть тысяча. Он ходит по всем улицам и площадям. Я вот на бумагу положенную историю рассказываю. Ходит по всем улицам и площадям и проклинает эту налоговую компанию, что у него столько нет. И что его заставили, и что ему придется платить ну 100 рейхсталеров теперь. Налога вместо 50 его разорили и так далее. Далее начинается длинная-длинная-длинная история, где оценку пропускают, продолжают собирать налоги по старой оценке, новую оценку несколько лет не делают, после чего начинается новая оценка, данный человек вдруг заявляет, что у него вы же сами сказали тысяча, у меня вообще-то 500 только. Говорят, ну как, ну как ты можешь, ну мы же знаем на какую широкую ногу ты живешь, мы же представляем твои расходы, мы представляем значит твои доходы, и основываясь на твоих доходах, которые, ну вот на твоих расходах, мы представляем с какого капитала ты можешь получить эти деньги, ты только что в этом году выдал замуж твою дочку, у тебя свадебные расходы только в тысячу встали, ну имеется ввиду приданная свадьба и прочие радости, какие 500, ну ты же, вот, он долго-долго спорят, но в общем убедили его признать аж 750. Потом, когда он вроде согласился признать 750, ему сказали, что дожди, ты же несколько лет назад показывал тысячу, поэтому давай тысячу, и в общем все это продолжилось довольно долго. Кончилась совершенно замечательная история и все, значит, когда человек умер, вот еще одна стандартная коллизия на ту же тему, когда человек умер, естественно, проводится опись имущества, связанная с наследственными делами, и, значит, дальше начинается следующее, что человек, у человека обнаружили в имуществе из того, что надо собирать налог, на 7 тысяч. Он всю жизнь платил с тысячи. Вот в течение последних семи лет всегда с тысячи. И вопрос Равинский, нужно ли считать, что он внезапно так резко разбогател, и что у него с последнего налогового момент нового года была все та же тысяча, и он за этот год резко-резко разбогател. На что следует совершенно потрясный ответ по поводу того, что мы в чудеса не верим, исходим из здравого смысла, вряд ли он поймал рыбу, как Йоси Макир Шаббат, это такая классическая история про Йоси, который за дикие деньги купил рыбу ему в честь субботы, которую, это самое, он чуть ли не разорился, и когда он ее, значит, потрошил, то он в ней нашел персень с огромным, ну не знаю каким камнем, какой камень тогда был дорогой во времена Талмуда, с драгоценным камнем, вряд ли бриллиант, их тогда не было, да и алмазы стоили не дорого, алмазов не очень знали, ценили другие камни, значит, ну и разбогател, ну и дальше там приводится несколько баек по поводу того, что человек нашел клад, мы из этого не исходим, поэтому мы считаем, что ему числа было больше, но дальше начинается просто опять чтение для современного человека достойного просто радости и уважения о том, как считать налог теперь за 7 лет, и мы вдруг обнаруживаем, что человек считает очень тщательно сложный процент, что он начинает считать сложные проценты, он считает, что это не в один год было найдено, по этому поводу, например, у него было тысяча, у него доход, значит, удвоился, грубо говоря, в том году, по этому поводу он стал две тысячи, и только теперь, ну, там, две тысячи я преувеличивал, так не бывает, слишком большой доход, скажем, он увеличился, теперь у него увеличилась Кэррин, главный фонд, он увеличился, с него опять больший доход, и так вот он растет, поэтому с каждым годом надо взнимать вот эту разницу, по мере роста, там длинные, сложные расчеты, которые, безусловно, доставляют удовольствие, потому что сегодня мы считаем приблизительно в том же стиле, как и в этом ответе, а если учесть, что ответ, на который я сейчас ссылаюсь, это 16 век, то просто бездна удовольствия. Значит, при этом опять, как и сегодня, все эти разговоры с налоговым ведомством еврейской общины, это такой базар совершенно замечательный, потому что, смотрите, даже когда, значит, у нас две шаты, я уже сказал, либо человек сам объявляет, сколько у него, и тогда налоговые чиновники начинают с ним спорить и говорят, ну, что ты говоришь, что ты несешь, мы с тебя клятву сейчас потребуем, что у тебя столько, а клятву давать не люби. Сразу скажу, что там историй, когда человек готов поклясться и заплатить больше, лишь бы не клясться, это регулярно есть, и в качестве аргумента я заплатил, чтобы не клясться, оно вполне нормальный аргумент, где принято, люди очень этого не любили лишний раз клясться. Значит, налоговые инспекторы внутри общины лютуют и требуют признать больше, человек говорит, что больше нету, все врут, естественно, ну, и какая-то потрясность совершенно вопрос, потрясный запрос, ну, просто вот такая, просто полная песня, значит, человек, значит, к нему пришли и сказали, что мы оцениваем твое имущество в тысячу, на что хозяин отвечает, что какая тысяча, и начинается совершенно великолепная торговля, где человек там начинает доказывать, что у него столько нет, снижает до пятисот, потом снижает до трехсот уже чиновники, тут человек произносит фразу в стиле «у меня и половина этого нет», и тут же чиновники радостно записывают ему 150 рейхстайлеров, то есть 15, ну, предпрочитаем, 15 рейхстайлеров налогов, после чего тот идет в суд, те чиновники говорят, ты же признал, что у тебя есть половина от трехсот, на что он сказал, что он нет, он сказал, что у него и половины от трехсот нет, у него нету этих 150, но не помогло, кстати, признали, что он, что у него есть 150. То, что люди бегали от налогов честными путями, ну, то, что сегодня называется «честный путь», там есть специалисты, которые знают, как честно не платить налоги, да, в те времена такие, конечно, тоже честные люди были, которые бегали, были люди, которые бегали нечестные, таких было тоже много, ради гудаха хасид, цифер хасиди, просто вот надо читать такую прелесть, тот, кто платит налоги честно и истинно, получает долю в райском саду тех, которые не платят поистине и честно налоги, а те, которые не платят, получают долю своих товарищей в аду. И вот, и если постановили хэрем, значит, обычно налоговые всякие дела во всех общинах оформляется постановлением, которое вообще-то так и называют хэрем, но на самом деле это постановление, в котором сказано, что все, кто его нарушат, подлежат отлучению от общины. Им запрещено будет сходить в синагогу, там много чего неприятного есть, поэтому этого никто не любит. Но такие постановления налоговые все называются хэрем. Да, и хэрема боялись, кроме не только по причинам социальным, но и по причинам мистического, скажем так, плана. И если община постановила хэрем заплатить так и так, и некоторые не дают честно, а некоторые дают честно, то они меняются своими долями в раю и в аду. То есть это раби и гудака хасид на эту тему. То есть то, что количество людей, которые пытаются не заплатить всегда было много, это мы видим встречи. Значит, это по поводу именно налогов я хочу заметить, что то, что я сейчас рассказываю, это ситуация именно налоговая и распределение налогов внутри общины. Поймите, что кроме налогов в любой общине есть еще кое-что довольно важное, а именно расходы общины на разные нужды, которые регулярно оформляются в еврейских общинах не как налоги, а как сборы по случаю. И вот здесь происходит довольно любопытная вещь, потому что есть собрание общины. Собрание общины, вот есть классическая формула ров ров миньян и ров бедьян большинством количественным и большинством строений. Имеется в виду, что как бы голосование по вопросам, связанным с расходами, не с налогами. Налоги, они как бы дело такое. А с расходами, связанными с общинами, эти расходы, они решают, которые, на расходы общины надо собирать деньги. Они решаются как бы двумя голосованиями. Одно голосование по большинству членов общины, а второе голосование по большинству денег общин. Как бы у нас нужно, ну, грубо говоря, хотя это не так немножко оформляется, но, если хотите, еврейская община всегда была двухпалатная. Как бы у нас одна палата, она пропорциональна имуществу, а вторая палата пропорциональна численности. Вот не нынешние двухпалатные парламенты, которые просто непонятно по каким принципам, ну, по территориальным принципам, обычно, второй принцип, один по большинству населения, один по территориальному принципу, например, в Америке такая система, в России такая система, ну, куча стран, двухпалатные парламенты именно так устроены. В Англии устроена совсем по-другому, да, вся эта история, это по-разному. Но, вообще, мне очень нравится эта система, две палаты при одном, в одной палате один человек, один голос, а в другой палате, ну, грубо говоря, один рубль налога, один голос, да, ну, и, соответственно, вот две палаты вот такие. Еврейская община более-менее вот по этому принципу принимала решение. Поэтому, когда вы обнаруживаете воров миньян, воров миньян, это не просто красивая формула, это юридическая формула, это означает, что мы договорились, бедные с богатыми. У нас простое большинство, и бедные с богатыми обо всем договорились, потому что классическая проблема любой общины, бедные говорят богатым плати, богатый говорит, с чего вдруг мы платить не будем. И вот эти обсуждения, они тоже довольно важную вещь занимают, и именно здесь вот то, что я рассказывал, что обсуждения, в каких случаях, какие сборы платят по головным, то есть каждый должен дать, например, давайте какую-нибудь песню, одна из роскошнейших песен на эту тему, которую я с радостью обнаружил потом у себя в городе, ровно один в один было сделано. Значит, в городе понадобилась стража на улице. Древняя средневековая. Значит, по этому поводу решением общины все по очереди, независимые от доходов, выходили стражей, начиная стражей. потом подумали и сказали, давайте наймем стражей и не будем ходить кругами. С чем это связано, я могу сказать. Личный опыт. Значит, у нас в городе, когда город был молодым, стража была, начиная добровольная, ну, добровольная, по очереди все жители города должны были выходить на дежурство. охранять город. Те, кому не хотелось, всегда имели богатую возможность кого-нибудь нанять вообще-то вместо себя. Что и делали. Понятно, что в результате богатые люди могли, ну, состоятельные люди могли избежать. вот ровно то же самое происходило в описываемом респонсе, который я в данный момент более-менее гляжу. Через некоторое время собрался Совет общины и постановил, что давайте просто нанимать стражников, потому что надоело все равно нанимать. У нас в городе городской Совет принял решение, что хватит это добровольное, принудительное, обязательное всем жителям участвование в охране, давайте нанимать это сам. Теперь собралась компания совершенно роскошная и начался вот этот спор по поводу кто сколько будет платить за эту стражу. Аргумент бедных людей он простой. Такие расходы, которые на все общины богатые платят много, а бедные платят мало. Сейчас я скажу про бедных богатых, сколько кто платят по поводу минимума плата. Значит, на что последовал ответ, что до сих пор, когда мы ходили поголовно, все поровну несли эту ношу. И по этому поводу все должны платить одинаково. тот, кто откроет, скажем, налоговую ведомость нашего города, то он ДМИ-шмира там отдельным пунктом стоит. Вот. Значит, плата за охрану. По этому поводу и кончился это тем, что они решить не смогли, потому что вроде бы действительно, пока мы сами охраняли, мы несли все это поровну, поэтому теперь, когда мы нанимаем, мы должны нести все это поровну. И в общем это логично. На что следует ответ, что в тот момент, когда мы тратим деньги, но несем ответственность не поровну, а богатые платят пропорционально имуществу. Ответ просто восторгает. По этому поводу Раби Исраэль, по-моему, Исраэль по этому поводу пишет на эту тему весьма простенький ответ. В общем, конечно, те, кто говорят, что поровну они правы, аргумент с ними, но, 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 и вдруг следует жахает, все знают, что такого сорта расходы несут пропорциональное имущество, а не по головам. Просто вот все знают. Почему все знают? Все знают. Точка. Он просто не находит нужным даже аргументировать. Хотя по мне так не очевидно. значит, теперь в связи с этим вот надо просто дать какое-то определение бедных и богатых, и оно в каждой общине было. Обычно в каждой общине была формула приблизительно такого сорта, значит, но вот по Испании 15 века мы постанавливаем, что тот, у кого нет имущества на 400 мороведи вообще ничего не платит. В отличие от современного времени, вот хочу да, я не знаю, какие мороведи имеются в виду в том году, когда это написано, потому что мороведи вряд ли имеются в виду первоначальные золотые динарии, 4 грамма в золотом динарии, в золотом мороведи, 4 грамма золота, как бы 400, то есть полтора кило золота имущества, это очень большое имущество все-таки. Вряд ли имеются в виду исходные золотые мороведи, скорее всего билонные, тогда эту сумму в золоте надо делить на 60, по-моему, и тогда это более-менее получается унция золота. Ну вот, по моим прикидкам, я не уверен, что я правильно считаю, потому что я, может быть, неправильно коэффициент даю, перевода уже менялся из года в год, в конце концов мороведи в какой-то момент вообще стали медными, а потом прекратили чеканить подобные монеты и стало условной такой деньгой, как вот во Франции ливры, которых как монеты не чеканились долгое время, но долго дохода в них считался, а монет таких не было. Вот, то же самое с мороведи происходит, то есть надо знать, во что ее постановили, когда. Вот, но, как бы, значит, у человека, у которого нет 400 мороведей, он вообще не платит налог на имущество, потому что он бедный. Дальше следует совершенно расходящееся с нашими сегодняшними представлениями, как устроена шкала налогообложения. если у него есть 401 мороведей, то он платит налог со всего этого имущества. С 401. То есть, ну, как, если мы исходим из одной десятой, то где-то 40 мороведей получается. Сегодня бы, когда шкала налоговая устроена, то обычно есть доход, не имущество, доход, с которого налог не платится, есть страны, где такого нету, и платится с любой суммы, очень сильно по странам расходятся шкалы налогообложения, но когда говорится, что с такого-то не платится, а начиная с этой суммы платится, то платится не, вот с этой, скажем, грубо говоря, до тысячи долларов налога нет, а с тысячи до трех тысяч в месяц, да, до 36 в месяц. Налог 10%, ну, то тогда просто вот эту первую тысячу вычитает, а она с первой тысячи все равно налог не платится, а платится разница между то, что больше тысячи платится только с этого. Нет, во всех респонсах, которые я видел, именно вот эта сумма и указана, что либо не платится вовсе, либо платится сразу все. Вот такие вот дела. не буду я вам читать эту длинную респонсу, которая долго рассказывает, каким образом у кого делают налогообложение, там книга Трумадхадэшен, самый длинный, кстати, ответ, который есть в этой книге, именно про налогообложение. Ясно, ведь он подробно собирает все данные, с чего и как обкладывают налогом. Есть еще несколько замечательных книг на эту тему, есть прекраснейшая книга 1532, по-моему, турецкая, где автор поместил в нее все правила налогообложения и к ним дописал еще, к этой книге он вначале добавил просто постановление города Измира, о налогах, что очень ценный просто такой материал и эту книгу очень любопытно читать для тех, кто интересуется ценной, называется Авудат Маса, по-моему, эта книга. Вот. Кому хочется, туда отправляют, там она простая и довольно короткая, кстати, она очень краткая, в смысле, ну, краткая, но полная, то есть, очень удачная, в смысле, книга такая, ну, турецкая, отправляют туда, кому хочется, и, ну, да, ну, где-то и на этом, я думаю, о налогах и хватит. Да. Вопросы есть? Ну, тогда всем всего доброго. Спасибо. Спасибо, Йомто. Йомто. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...